Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – долговой и денежной рынки. В гостях сегодня уважаемые аналитики, ну, как всегда, уважаемые. Это Станислав Савинов, аналитик курса «Капитал». Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. Это Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков «Номосбанка». Добрый вечер, Оля. Добрый вечер. Ну, я традиционно, извините, уж я не буду от традиции отступать, это неправильно. Как у вас дела, как вы себя чувствуете, ну и прочее, как. Как жизнь, в таких случаях говорят, как жизнь, как бизнес. Оля, ты что-то задумываешь. Жизнь бьет ключом. Нет, я попыталась сформулировать это покороче, дабы не занять весь эфир рассказом о том, что происходит интересного. Ну, если это интересно, давай мы и займем. В конце концов, может быть, даже интереснее, чем долговой и денежный рынок. Да нет. Нет? Нет. Поскольку это является частью этого всего. Долгового и денежного. Да, долгового и денежного. Вот, жизнь бьет ключом, рынок каждый день приносит какие-то интересные сюрпризы, расслабляться не удается. Это да. Держим руку на пульсе, смотрим, как развиваются события. Танислав, а ты не просто смотришь, ты еще и торгуешь. Да, настроение отличное, потому что рынки вышли с консолидации, начался хороший такой устойчивый тренд, соответственно, я в нем. Поэтому у меня настроение хорошее. Судя по твоей улыбке, я не буду спрашивать себя о доходности, но, судя по улыбке. Главное, что в тренде. Да, 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 все не так плохо. Главное, встал в направлении тренда. Хорошо, ну и давайте тогда начнем непосредственно разговор о нашей теме. Долговой и денежный рынок. Если можно, сформулируйте, хоть, конечно, я понимаю, вы умудренные опытом и знаниями, и аналитики. И вас эти, конечно, школярские вопросы раздражают. Ну, нас слушают, да, нас слушают люди, порой не совсем подготовленные профессионалии. Сформулируйте, пожалуйста, Оленька, сформулируем. Что такое долговой, что такое денежные рынки, где они, откуда они взялись, каковы их основные функции. Ну, не улыбайся, пожалуйста, это важно, чтобы в дальнейшем можно было понять, о чем речь. Улыбаюсь я в какой-то степени от удовольствия, потому что получаешь определенный кайф, что ты выполняешь некую просветительскую функцию и несешь радиослушателям знания. Не, ощущаешь себя просто каким-то там гуру. Вот, очень-очень приятно, прям распирает от удовольствия. Но так в двух чертах, кратенько, минут на 40. Да, да, у нас как раз эфир позволяет. Ну, фактически, как бы у нас есть, как вы правильно отметили, два очень тесных, связанных между собой сегмента. Это долговой и денежные рынки. Сейчас мы говорим в глобальном, да? В глобальном виде есть несколько ключевых точек, которые заставляют держать их в зоне пристального внимания. Это, безусловно, американские площадки, европейские площадки и наш локальный рынок. Мы, безусловно, отслеживаем ситуацию в сегменте заимствований государственных и корпоративных. Вообще вопрос государственного долга в течение, в частности, публичного долга, да, на рынках, в течение последнего времени в центре общего внимания находится. Государственный долг опять в мировом масштабе. В мировом масштабе глобально, да, здесь особо хочется подчеркнуть, как бы, европейскую ситуацию, которая опять держит всех в состоянии такого напряжения, да? Опять у нас периодически маячит Греция с ее долговыми проблемами, вот, что, безусловно, накладывает отпечатки и на остальные рынки. Ну, я позволю напомнить, некоторые несколько дней назад, да, Греция размещалась там с краткосрочными обязательствами и вполне успешно. Ну, да, там вопрос такой вялотекущий, самое, наверное, прискорбное, что пока он не имеет какого-то решения, и это серьезно влияет на общие настроения, на все площадки, фондовые, долговые и сырьевые и на все. Ну, а если так общо, если так общо сформулировать, вообще, вот, в нынешней экономической ситуации, в мировой, есть путь разрешения вот этой проблемы Греции, в частности, или еврозоны в целом? Вот такое, знаешь, ну, такое средство, чтобы все решить проблемы раз и навсегда, одним махом по бивахам. Нет, такого средства, к сожалению, целебного нет. Есть некие схемы, варианты возможного развития событий, и здесь, наверное, важным аспектом является способность договариваться финансовых регуляторов, способность строить какие-то прогнозы возможного влияния принятых ими решений, и пока еще точку ставить рано. Рано, далеко, далеко. То есть это вот то, что вот так вот в общих чертах про долговый рынок, про денежный, может быть, Станислав. Станислав, да, вот основные функции, я хотел бы услышать, Станислав, да, ну, и слушатели, я надеюсь, тоже послушают с удовольствием. Основные функции денежного и долгового, все-таки это разные вещи, по сути, да? Ну, денежный рынок призван для того, чтобы решать проблемы краткосрочной с ликвидностью, в основном, кредитных учреждений, а долговый рынок в целом призван для привлечения заимствований уже для корпоративного сектора, в частности, в большей степени. Привлечения средств для развития, для реализации каких-то инвестиционных проектов и, соответственно, для, в том числе, дальнейшего увеличения ВВП. Ну, так, глобально, если смотреть, то вот основная функция долгового рынка. Ну, да, а их взаимосвязь, да, очевидно? Ну, взаимосвязь очень простая. Ставки на денежном рынке, они влияют уже на ликвидность банковского сектора. И у нас тут есть связка банковского сектора и рынка облигаций через операцию РИПО. Банки имеют портфели ликвидных ценных бумаг, которые входят в ломбардный список ЦБ Российской Федерации. И, соответственно, если им нужно привлечь деньги для развития бизнеса, в частности, они сейчас фондируются у ЦБ, и, соответственно, эти деньги, привлеченные, пускают на кредитование, в том числе, розничного сектора. В этом случае, как раз-таки, если ставки на денежном рынке растут, то в этом случае тогда уже на рынке облигаций их инструменты становятся уже менее привлекательными. То есть это не очень выгодно приобретать, потому что высокие ставки, правильно? Я хочу дополнить, что схема, которую представил Станислав, она характерна не только для российского рынка, но и для долговых рынков зарубежных. Почему? Потому что долговые обязательства, особенно надежных имитентов, в коеме выступают либо государства, либо корпорации, обладающие высокими рейтингами от большой тройки рейтинговых агентств, они выступают гарантами привлечения фондирования, действительно. Ну вот ты сейчас сравнила как раз, да, условия российского долгового рынка, условия... Ну они в чем-то похожи, со своими определенными нюансами. Вот о нюансах, если можно, в два слова буквально. Отличие есть какое-то? Да, безусловно, отличие есть. Наверное, его природа кроется в том, что российский рынок относительно своих зарубежных аналогов чрезвычайно молот. Еще очень многие механизмы не отработаны до совершенства. Очень часто решения российскими регуляторами принимаются уже постфактом. То есть какая-то острая необходимость возникает, и Центральный банк разрабатывает ту или иную схему. Потому что вот фондирование через инструмент РИПО, его активность, если я не ошибаюсь, она вот, наверное, последние года два, может быть, три получила очень широкое распространение. То есть раньше это было не так? Раньше это в меньшей степени было востребовано. То есть в какой-то степени рынок очень серьезно трансформировался после кризиса 2008 года. И он принял на себя характеристики больше мировых каких-то площадок и становится более рыночным, таким более подвижным. Я правильно понимаю, что до 2008 года вот этого не было необходимости применить на себя модели развитых, что называется, рынков. И поэтому у нас несколько иная ситуация была. Ну, не совсем не было необходимости. Просто у нас как бы все в таком несколько вяло текущем механизме развивалось. У нас никогда не возникало такой проблемы, как дефицит ликвидности и, в принципе, потребности в таких инструментах, как фондирование через прямое РИПО, через аукционы, которые проводит Центральный банк, распределяя какие-то кредитные ресурсы. Либо те аукционы, которые проводит Минфин, распределяя временно свободные средства бюджета. Просто в этом не было необходимости. А когда вот встал вопрос о том, что для полноценного функционирования рынка нужны какие-то дополнительные вливания, да, нужно активное участие регуляторов, эти инструменты начали работать. Стас, скажи мне, пожалуйста, откуда возникает, по какой причине возникает дефицит ликвидности? Вот этой необходимости раньше не было. Почему? Потому что все было так хорошо, все было прекрасно. Дефицит ликвидности возникает из-за двух причин, из-за, ну, по крайней мере, у меня сейчас такие видятся, может быть, Ольга добавит. Это активное увлечение банками ручного кредитования, в частности. Темпы просто сумасшедшие, регулятор обеспокоит, он начал сейчас проводить меры, вносит изменения в нормативы, расчеты в резервирование. То есть он таким образом сдерживает, да, пытается сдерживать? Да, охладить, потому что есть инфляционная угроза, потому что у нас сейчас, по сути, своей населения перешло от сбережения уже к активному кредитованию. Ну, это уже посткризисный такой вариант, да? Ну, просто скажем так, после кризиса население несколько ограничивало свои траты, немножко беспокоилось по поводу будущего, сейчас расслабилось. Сейчас расслабилось и опять вперед. А вот то, что мы говорили, да, дефицит ликвидности. Так вот, я хочу продолжить. Нет, я до кризиса, чтобы было до кризиса, до кризиса ведь тоже будем кредитовать. Я хотел добавить еще ответ Ольге по поводу того, что наш центральный банк изменил вообще политику свою, он перешел от таргетирования курса к таргетированию инфляции. И, соответственно, отпустил рубль, он сейчас не покупает, в общем, ЗВР наши не растут, вот, соответственно, ликвидности теперь только нет. То есть интервенции так называемые, да, это уже не его тема. Да, он деньги, по сути, свои не имитирует, и, соответственно, ликвидности нет. Банки активно кредитуются, западный канал пополнения ликвидности, ну, сейчас он открыт, но до недавнего времени он был закрыт. И, соответственно, для поддержания... Он не так активен, наверное, все-таки, да? Нет, сейчас все нормально, там банки активно кредитуются, субординарные облигации. Там тоже, наверное, проблемы известные, еврозоны и прочее. Я, прошу прощения, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ. А потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема нашей программы – долговой, денежный, валютный рынок. В общем, все, что связано с деньгами. Как прекрасно это звучит, все, что связано с деньгами. Напомню, в гостях Ольга Ефремова, начальника отдела анализа долговых рынков «Номосбанка» и Станислав Савинов, аналитик «Урсакапитал». Итак, продолжим наш разговор. До того, как уйти на новости, мы пытались рассуждать на тему, откуда берется дефицит ликвидности. Оль. Ну, Станислав достаточно четко обозначил две, наверное, базовые причины. Хочется добавить то, что раньше рынок был не настолько цикличен денежный. Давай только сразу договоримся, раньше – это когда? Раньше – это, ну, скажем так, два года назад. Потому что мало ли раньше. До Рождества Христова. Нет, ну, не настолько, к сожалению, наш рынок не настолько взрослый, да, великовозрастный. Вот, то есть, эта проблема, она не стояла настолько остро. Последние два года она обострилась. Связано это с чем? Очень чувствительно финансовая система реагирует на период налоговых платежей. По сути, это достаточно большие массивы денежных средств, которые нужно генерировать к определенным датам. И, несмотря на то, что регуляторы принимают весьма активное участие, чтобы как-то смягчать эти пиковые моменты, все равно ситуация накаляется. Вот. А как, кстати, регулятор принимает участие в этом? Ну, регуляторы стараются, чтобы накануне базовых налоговых выплат, так вот сейчас обстоятельства складываются, что, наверное, основная нагрузка налоговая приходится в даты выплаты НДПИ и налога на прибыль. Вот. Раньше еще ощущалось давление НДС, но сейчас в меньшей степени, вот первые два налога, они, конечно, отбирают большие ресурсы. Вот. Просто отслеживается некий план потоков. Можно сказать, что это некий кэшфлоу вообще, да, общей финансовой системы. Соответственно, накануне этих дней происходят либо какие-то дополнительные аукционы РИПО, либо аукционы, вот когда Минфин старается влить в систему там временно свободные бюджетные средства. Вот. И какой-то баланс вот за счет вот этих вот мер удается сохранять. Даже были прецеденты, когда летом, где-то вот в июле-августе приходилось делать валютные интервенции вот именно для того, чтобы преодолеть период налоговых платежей. И вот тебе, как специалисту валютного рынка, да, в чем, собственно, минусы, да, для курса, ну, в данном случае о рубле мы говорим, для курса валюты, вот, близость этих потрясений. Ну, так минусов никаких нет. Нет, наоборот, возрастает спрос на рубли для того, чтобы исполнить обязательства перед бюджетом. И, соответственно, для российской валюты в эти дни как раз-таки возникает такая некая психологическая поддержка. Но в то же самое время... Ну, какая поддержка? То есть курс рубля укрепляется? Ну, то есть, по сути, валютные наши экспортеры берут и продают валютную выручку, соответственно, в рублях, чтобы были у них деньги, соответственно, исполнить свои обязательства перед бюджетом. Вот, но в последнее время, скажем, вот эти налоговые платежи, они только лишь, скажем так, создают поддержку для российской валюты, но при этом не приводят ее к заметному укреплению, потому что настолько сейчас ухудшилось отношение инвесторов к риску, что вот эти продажи рубля из-за усугубления уверенности инвесторов приводят к тому, что рубль даже в такие периоды может испытывать давление. Хотя логично было приводить, что он должен расти. Я, честно говоря, являюсь таким, можно сказать, противником подобных мер. Почему? Потому что вот когда возникают подобные, назовем их, циклы, рынок теряет свою вот именно рыночность. То есть все уже начинают думать, так, ага, значит, у нас налоги 25-30-го, значит... Рубль будет крепче, значит, надо покупать. Вот все вот туда, вот все свои какие-то мероприятия по покупке. Конечно, заработать надо, наверное. Да, конечно. Ну, вот как-то вот я вот такие вот манипуляции не очень приветствую, потому что все-таки рынок, он должен быть рынком. Я с тобой соглашусь. Да, да, совершенно верно. С одной стороны, ничего в этом плохого нет, да, ну, мы, если говорить о глобальном рынке, о Форекс, да, мы говорим, что вот есть укрепление какой-то момент одной валюты против другой, потом ее ослабление. Для этого есть фундаментальные какие-то причины технические, неважно. И здесь то же самое, ничего плохого нет. Рубль укрепляется, потом она ослабляется. Просто, наверное, здесь неприятно в том, что, ну, это слишком очевидно. Да, это чрезвычайно очевидно, и вот просто уже реально... То есть такое приглашение. Да. Кто хочет заработать на динамике изменения курса рубля к доллару? Кто успеет заработать. Заходите. Да, кто успеет заработать. А, еще не всех пустят, правильно? Естественно. Вот, еще как бы не будем списывать со счетов и внешний фонд, да, все-таки мы не изолированная система, и там еще самое главное, чтобы... Ну, Стас как раз об этом сказал. С одной стороны спрос на рубля, с другой стороны капитал бежит и рубли продает. Да, чтобы не трясануло на Западе в это время, да, и чтобы мы успели провести те операции, которые мы наметили, да. Так, так, так. Вот, и поэтому, как бы, вот я считаю, конечно, это, безусловно, там, позитивно для национальной валюты, да, вот такие вот моменты, но, во-первых, да, вот предсказуемость этих мероприятий, она, конечно, немножко напрягает. Вот, и как, уже мы сами к этому подошли, да, все-таки эффект благоприятный для рубля, он несколько стирается под давление внешнего фона. То есть это вот настолько, как бы, легкий процесс укрепления, да, это, может быть, какая-то действительно фактор психологической поддержки, а реальное укрепление национальной валюты, оно не происходит. И вот тогда вопрос в связи с этим такой, печаль в голосе, произнося эту фразу, или, наоборот, радость, не происходит укрепление рубля, печалятся или радоваться по этому поводу? Ну, я думаю, что должно это больше заботить те, кто занимается внешнеэкономическими операциями, а валютных трейдеров, инвесторов это нисколько не должно волновать. Ну, это понятно, главное, чтобы было движение, в какую сторону это не важно. Ну, специалисты по локальному долговому рынку в большей степени, несмотря на то, что мы зарубежные площадки тоже, безусловно, отслеживаем, но все-таки главный фокус это наш внутренний рынок, да, для внутреннего рынка это не очень приятно, это совсем неприятно, это создает определенное давление, это серьезно ограничивает спрос на рублевые инструменты. То есть укрепление рубля это неприятно? Нет, ослабление рубля. Вот. Идея укрепления рубля, она, конечно, помогает рынку активно развиваться, она привлекает в том числе и зарубежных инвесторов, то есть в такой ситуации как бы все комфортно. Когда есть какие-то намеки на то, что рубль либо волатилен, либо вот имеет какой-то тренд на ослабление, происходит отток инвесторов, в том числе и зарубежных, и иногда это происходит достаточно болезненно. Почему? Потому что вот как бы ключевое отличие зарубежного инвестора на долговом рынке от локального, локальный будет терпеть, надеяться на купон, вот, как-то сохранять позиции. И зарубежный инвестор очень жестко принимает решения, если он видит, что ситуация развивается по негативному сценарию, он продает, не обращая внимания на то, почем он продает. То есть ему купон не важен, да. Ему купон в меньшей степени важен, вот, его действия всегда вот приносят какие-то потрясения на рынок. Я понял. Хорошо. Давайте вернемся на вот еще какой теме. А слабый или сильный рубль, это хорошо для экономики или плохо все же? Ну, тут если подходить с фундаментальной точки зрения, слабый рубль это помощь для нашего бюджета, помощь для наших экспортеров. Ну, и, соответственно, сильный рубль это помощь для тех компаний, которые собираются перевооружаться, какой-то закупать иностранное оборудование. Но с учетом того, что первая часть в нашей экономике превалирует, соответственно, для нашей экономики выгодно, чтобы рубль был слабым. Так или иначе? Рубль был слабым, это выгодно для экономики. Ну, вот, я бы, наверное, не была столько категоричным в своих утверждениях. Я на 100% согласна с тем, что, да, к сожалению, мы экспортозависимы, вот, и при таких обстоятельствах для нас слабый рубль это некая такая возможность для развития, вот. Но важно, наверное, некое соблюдение баланса какого-то вот относительно комфортного уровня, чтобы... А есть такой? Ну, удается как-то нашим финансовым властям маневрировать, там, в принципе же мы не чувствуем какого-то жесткого ступора, там, вот, по компаниям, которые, там, занимают, вот, исключительно, там, обладают рублевой выручкой, вынуждены закупать, там, зарубежное оборудование. То есть, вот, ну, какой-то, наверное, коридор, назовем так, он присутствует, да? Ну, он, безусловно, существует, коридор. Вот, более-менее комфортный. Вот, и поэтому здесь... Потом есть некая цифра, которая закладывается в бюджет, я имею, стоимость нефти, да? Да, то есть, как бы... На нее, может быть, ориентир тоже? Ну, вот здесь, наверное, это таким ориентиром уже становится не столь очевидным, как раньше, да, потому что все-таки сырьевые рынки, они тоже становятся волатильнее гораздо, чем были, там, год назад или два. Вот, очень много факторов каких-то внешних вмешивается, слабо предсказуемых факторов. Я просто к чему все это подвожу, что здесь, наверное, некая ответственность лежит на наших финансовых регуляторах в том, насколько им удастся сбалансировать вообще вот эти вот потоки, да, вот, и создать ситуацию там для того, чтобы вот рубль был... Чтобы и волки были сыты, и овты были целы, да? Во-первых, я огромное тебе хочу спасибо сказать, что ты произнесла эту фразу. Действительно, они должны помнить, что на них лежит огромная ответственность. Ну, потому что кто, кроме них, может принимать решение? Совершенно нет. Просто я к тому, что очень часто вот смотришь на поступки людей, которые обречены властью, и не всегда веришь в то, что они понимают, что на них огромная ответственность лежит. А с другой стороны, Станислав, есть ли возможность, даже обладая большими, так сказать, административными ресурсами или какими-то другими, есть ли возможность создать ситуацию, ну, в частности, вот, говорим о рубле, чтобы и волки были сыты, как вот Оля предположила, и овцы целы? Ну, сейчас наш регулятор отходит от политики таргетирования курса, у нас бивалютная корзина коридора расширяется. А когда он таргетировал курс, он эту же задачу решал, чтобы и овцы, и волки? Ну, скорее... Или что-то он другое решал? Все-таки, да, не решал он эту задачу, просто к тому, что я сейчас подвожу по поводу нынешней ситуации. Сейчас происходит процесс адаптации, все экономические агенты привыкают к тому, что валютный курс имеет волатильную структуру, то же самое население, и так или иначе... Сейчас о рубле говорим. Да, да, да. И так или иначе, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, нужно просто немножко повышать финансовую грамотность и использовать финансовые инструменты для того, чтобы хеджировать... Финансовую грамотность кого надо повышать? В том числе и руководители предприятий, которые принимают финансовые решения. Они должны использовать финансовый инструмент для того, чтобы хеджировать свои валютные риски и, соответственно, меньше зависеть от конъюнктуры валютных рынков, которые в последнее время довольно подвержены серьезным колебаниям. Ну, сейчас очень интересная тема, кстати, да, по поводу финансовой грамотности. Слово «хеджировать» мы должны сейчас об этом поговорить. Предварительно послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, мы продолжаем. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему денежного рынка. В студии Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков «Номосбанка» и Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал. Перед ходом на новости Станислав очень интересные истории нам рассказывал по поводу финансовой грамотности. Я, собственно, два слова скажу, почему меня всегда так интригует, что ли, даже эта формулировка. Ну, в частности, и в «Сухом остатке», и в «Бизнес-классе», вот, да, когда я веду программы «Бизнес-канала», мы в той или иной степени сталкиваемся с отсутствием финансовой грамотности. Ну, если так позволите, широко я произнесу. Ну, финансовой грамотности населения, да, в разговоре о фондовом рынке, об инструментах этого самого рынка или других финансовых площадках, как правило, отсутствует понимание не то, что каких-то технических моментов, а понимание сути этого механизма. Поэтому, когда речь пошла о финансовой грамотности руководителей крупнейших предприятий, это вещь наиболее актуальна, я бы сказал. Давай об этом чуть подробнее, хорошо? И слово «хеджировать», оно такое какое-то заманчивое, непонятное многим. Ты, пожалуйста, расшифруй, что это такое. Хорошо, хеджирование – это, по сути, свое страхование от неблагоприятного ценового изменения того или иного финансового инструмента. Вы просто, если ваша выручка, например, будет номинирована в иностранной валюте, и вы, соответственно, ее получаете, вы должны будете хеджировать от себя, от ее падения. То есть, если она… От падения валюты, да? Курса валюты. То есть, по отношению к вашей национальной валюте. То есть, чтобы ваша выручка в вашей национальной валюте, она не оказалась меньше прогнозируемого значения. В этом случае вы просто берете, используете какой-то инструмент, опцион, либо фьючерс. Валютную пару, да? Да, ну, скорее, это будет, может, на Западе это просто делается, обращается компания в инвестиционный банк, договариваются, какой-то не биржевой контракт, скорее, а внебиржевой используется, и, соответственно… И по конкретному курсу фиксируют, да? Да, да, и, соответственно, больше это не является проблемой для реального сектора, представителя реального сектора. Курс меняется, он гарантированно получит то, что он хочет. А банк, а какая от этого выгода? Банк, он как посредник, получит свою комиссию и также может… Она тоже оговаривается, да, эта комиссия? Да, конечно, и также может захеджировать свои уже риски, уже обратившись на рынок, либо к другому контрагенту, такому же, как он сам. Ну, как сегодня, не просто, не просто все, да, Оля? Ну, это такая тема, которая получает достаточно активное распространение все-таки. И комфортно от того, что чуть по возможности, да, там какие-то крупнейшие корпорации, да, российские, они стараются работать с инвестиционными банками в этой области. Вот, и сейчас это приобретает популярность, поэтому… Да, это непростой инструмент, вот, но у этого инструмента есть, если это не громкое… Будущее, это громкое, но это правда. Да, у этого инструмента есть будущее, потому что… А сейчас это, извини, популярность принимает, раньше это было непопулярно, по какой причине? По причине отсутствия финансовой грамотности, о чем говорил, Станислав? Ну, как это не прискорбно, да, причем финансовой грамотности не только у самих корпораций российских, но и был достаточно ограниченный круг банков российских, которые предоставляли такую услугу, да. То есть, если раньше можно было говорить о том, что, там, допустим, 10 или 15 банков, там, топ предлагают это, сейчас этот инструмент, мне кажется, там, очень большая группа банков может предложить. То есть, вот, да, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд, вот, достаточно активно вовлечены банки-нерезиденты бывают в такие сделки. Ну, потому что речь идет об иностранной валюте, да? Да, потому что российскому банку тоже банально нужен какой-то хедж, вот, и он, безусловно, обращается к старшему западному брату, вот, иногда, там, либо за счет каких-то своих внутренних ресурсов пытается решить эту проблему, вот, либо, там, через рынок, но, как бы, это становится популярным, это приобретает интерес, и этот факт, конечно, он радует. Ну, это здорово. То есть, это, опять-таки, да, с точки зрения развития нашего рынка, в том числе. Да, с точки зрения развития рынка, с точки зрения, там, появления каких-то новых инструментов, с точки зрения прогресса и постепенного приближения к формату западных площадок, как бы, чего нам очень хочется. Ну, то есть, это у нас вот впереди, да, маячит вот этот свет в конце тоннеля, это вот, быть так, как они. Ну, тут, конечно, это такое двоякое утверждение, да, глядя на то, какие сейчас они испытывают потрясения. Да, 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 может быть, и не стоит в этот-то тоннель, может быть, в другой какой-то. Да, вот, мне кажется, идеальная, конечно, схема, когда мы берем хорошие, хорошие какие-то примеры, хорошие какие-то полезные реально работающие инструменты и адаптируем их к российской реальности. Я понял. Давай вернемся, собственно, о хеджировании мы поговорили, а вот финансовая грамотность, это что? Ну, финансовая грамотность, просто процесс повышения знаний российского населения, в данном случае, по поводу возможностей. Ну, мы даже говорили не о населении, а говорили вот о руководителях, да? Ну, в любом случае, знания об использовании инструментов. То есть, не всегда бизнесмен какой-то, да, который даже стоит у руля большого предприятия, вот, владеет всеми вот этим. Ну, я думаю, что этот процесс идет постепенно, как наш рынок растет, как количество инструментов различных, там, новых появляется, которые позволяют осуществлять вот в том числе данные операции. И, соответственно, знания о наличии таких инструментов также распространяются благодаря тем же самым семинарам, вебинарам, конференциям, на которые приглашаются представители реального сектора. И, соответственно, уже в дальнейшем они начинают понимать, что это действительно интересно, это может быть выгодно. И так или иначе подходит к мысли о том, что это нужно также использовать в их деятельности. Ну, и с твоей точки зрения это... Ну, я думаю, что процесс... Процесс идет? Процесс идет, да. Ну, не столь высокими темпами. Ну, вот, да, мне всегда казалось, что очень костное такое восприятие всего нового у наших сограждан. Ну, тут еще такой момент, мне кажется, чрезвычайно важный все-таки, учитывая, что у многих наших компаний, да, мы не берем сейчас какие-то корпорации, которые работают там в глобальных масштабах все-таки, а мы сейчас говорим о компаниях, которые заточены на локальный рынок, да, которым нужно за... То есть формально мы их средним и мелким бизнесом именуем, да? Да, именуем средним и мелким бизнесом, но я сказала бы даже средним все-таки, к сожалению, мелкие у нас еще... Слишком мелок. Слишком мелок, да, для принятия подобных стратегических решений. Здесь, мне кажется, важно, насколько вот именно ваш финансовый партнер, да, кредитная организация, с которой вы сотрудничаете, готова и способна предложить вам подобные услуги и донести до вас, что это вам действительно нужно, вот, потому что сейчас, безусловно, там появляется некое поколение next-менеджеров, да, имеющих и западное образование и прочее, вот, которые стараются как бы что-то внести, какие-то позитивные моменты, вот, оглядываются на то, как крупнейшие компании работают, по каким схемам. Сейчас там бизнес-курсы, как Станислав правильно отметил, разную там продолжительность и прочее. То есть процесс вот этого повышения финансовой грамотности, он идет, да, но просто так вот я, будучи директором какой-нибудь компании, там, не могу прийти в банк, там, 3Х и сказать, вы знаете, вот я хочу захеджировать свою валютную выручку, и там на меня будет операционист смотреть огромными глазами, вот, и не понимать, что это такое. Речь идет не об этом, речь идет о неком таком вот как бы сотрудничестве с вашим банком-кредитором, который, помимо прочих услуг, предлагает вам еще и вот это вот. Вот это, конечно, идеальная картинка. Это идеальная картинка, но в этом случае нужно найти тот банк, который предлагает различные спектры услуг. Ну, сейчас, как я уже сказала, достаточно большое количество банков имеют направление инвестиционное, да, в частности, там, развивают и фикс-деск, да, что есть, и могут предложить там услуги хеджа и прочее, вот, поэтому если там компания работает с банком из топ-30, я думаю, для нее не составит проблемы решить для себя вопрос хеджирования своей выручки, там, каких-то валютных рисков. Ну, понятно, ну, в любом случае, опять, это проблема извечная, проблема профессионализма, да, и в той же самой грамотности. Ну, и в контексте финансовой грамотности, уже возвращаясь к рынку облигаций, можно сказать, что тот же самый средний бизнес еще до сих пор не умеет управлять своей ликвидностью, деньги могут просто на расчетном счете лишать, да, в то время как финансовые менеджеры могут запросто, обладая доступом к рынку ценных бумаг, вкладывать какие-то краткосрочные бумаги и, соответственно, извлекать дополнительную доходность. Ну, то есть здесь основная идея, что деньги не должны лежать. Не должны лежать. Ну, нужно, чтобы они работали, а не всегда это... Иногда можно и на финансовом рынке тоже дозарабатывать. Я понял. Хорошо. Значит, тогда, Оль, ну, тебе вопрос следующий. Как ты оцениваешь в целом вот нынешний долговой рынок Российской Федерации? В течение какого горизонта? Ну, давай так. Нет, можно подвести некий итог, вот, в принципе, уже вот скоро мы будем обсуждать, как мы завершаем год, да? Вот, да, да, до конца года. В принципе, этот год, он оказался весьма насыщенным для локального рынка. Произошли очень серьезные переостановки рыночных интересов. То, что я хочу отметить, это, наверное, резкий всплеск активности инвесторов в сегменте государственных ценных бумаг. Это ОФЗ, да. Произошел этот, наметился этот перелом еще в прошлом году, но в этом он как бы принял какие-то неимоверные масштабы, и я думаю, что до конца года это, возможно, и в следующем году эта тенденция будет сохраняться. Вот, то есть, фактически, сейчас, если мы там смотрим на рынок, мы и оцениваем какую-то активность участников, мы говорим, что тон и вообще жизнь существует в сегменте ОФЗ, а в корпоративном секторе там как-то что-то более-менее... Там сон, сон, литургический. Сон, который там периодически получает встряску в виде притока первичного предложения. Больше жизни нет нигде. Жизни фактически нет, да. Это если мы говорим про рублевый рынок. Если мы говорим про еврооблигации, то есть долговые ценные бумаги, которые номинированы в валюте, там активности побольше в части корпоратов, но все равно государственные бумаги тоже являются приоритетными. То есть, заинтересованы инвесторы, в первую очередь, в каких-то сделках с государственными обязательствами. Это, кстати, в чем причина именно этого приоритета? Она очевидна на поверхности, потому что государство надежнее. Если с точки зрения евробантов сказать, наверное, да, там все-таки более консервативная группа инвесторов фокусируется, в том числе и зарубежные инвесторы. Им, конечно, комфортнее покупать государственный долг. А корпорации они покупают, но там больше спекулятивных каких-то тем присутствует. Вот. И тут, конечно... Ну, то есть, традиционно консервативная, да, вот эта так называемая стратегия, она предполагает меньший риск, прежде всего. Да, да, да. У кого меньше риска? Да, безусловно, у государства и каких-то компаний или банков, которые имеют отношение к государству. К государству, да. Это то, что касается валютной части. А что касается рублевой части, здесь совершенно другой сценарий. Здесь, скажем так, спрос на ОФЗ спровоцировали в какой-то степени сами регуляторы. Во-первых, это совершенно беспроигрышный инструмент с точки зрения привлечения ликвидности, о чем мы говорили, когда у инвестора финансового института или еще, там, допустим, банка, возникают проблемы с ликвидностью, обладая запасом ОФЗ, он может пойти и зариповать их в центральный банк, и получить деньги, и, соответственно, дальше продолжать свою деятельность полноценно. Это назвал пирамидой. Ну, так или иначе, многие этим увлекаются, даже регулятор их в руки бьет. Ну, это правильно, потому что, что же, получается, заложил-перезаложил, да, и сколько? Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, это тема, которая появилась в начале этого года и, к сожалению, пока еще не получила активного развития, это приход, приток иностранных, более активный приток иностранных инвесторов в сегмент именно ОФЗ, ввиду того, что упрощается система расчетов и возможно проводить прямые расчеты через Евроклир и Клирстрин. Вот, вот это очень важно, да, я хотел бы, чтобы поподробнее об этом рассказала. Ну, вот здесь вот, конечно, есть свои плюсы и минусы, как бы, что здесь красной линией проходит. Эта тема обсуждается с самого начала года. Красная линия – это то, что разделяет плюсы от минусов, да? Да. Эта тема обсуждается с начала года, это является некой такой инвестиционной идеей. Оль, мы сейчас послушаем новости, а потом тоже обсудим эту тему. Да, конечно. Новости на Финам.ФМ. Ну, что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим на тему долговых и денежных рынков, рынков валютных. В общем, все, что связано с деньгами, сегодня очень нас занимает. В гостях, я напомню, Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков «Номосбанка», и Станислав Савинов, аналитик «Урса Капитал». Продолжим. Очень интересная тема. Перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали новые возможности долгового рынка Российской Федерации в связи с введением Евроклира. И плюсы, и минусы, и красная линия, Оля начала рассказывать. Да, вот возвращаясь к обозначенной мною красной линии, хотел бы сказать, что эта тема, да, она появилась, проявилась еще в начале года, и она вот продолжает над рынком висеть, но какой-то логической развязки она не получила. То есть это некая инвестиционная концепция, я назову это так, которая подталкивает инвесторов оставаться в этом сегменте, ожидая некого такого вот чуда, вот сейчас все случится. Прежде всего иностранных инвесторов. Да, в первую очередь все ждут, что появятся иностранные инвесторы. С большими деньжищами. С большими деньжищами, безумно жадные до рублевой доходности, которые как бы на фоне других emerging markets выглядят весьма привлекательно, особенно еще когда работала идея укрепляющегося рубля. То есть это как бы накладывалось одно на другое, это было мощным таким драйвером для рынка. Но в какие-то моменты привлекательность этого всего сокращалась по мере того, что рыночные игроки, они тоже живые люди, они не готовы постоянно ждать. Они все-таки хотят каких-то действий. С действиями пока тяжело. Так им говорят, подождите, подождите. Чего подождите? Сейчас вот... Да, подождите, вот сейчас все начнется. Запустим. Сейчас запустим. Вот сейчас начнется, вот сейчас потечет денежный поток от иностранных инвесторов. И чего, не запускают? Ну вот то мы не можем нормативную базу разработать. Мы ее разработали. Потом, значит, нужно было согласие Евроклиры. Получили. Сейчас какие-то там проволочки с созданием депозитария общего. То есть там не хочется вникать в детали схемы. То есть постоянно какое-то извение выдает сбой, который мешает полноценно заработать этому механизму. Но все-таки не теряют надежду инвесторы. А ты сама? Что? Не теряешь надежды? Ну, безусловно, хочется, чтобы это как-то получило. Ну, ты видишь вообще вот в реальной перспективе до конца года, например. Ну, до конца года, в принципе, шанс, наверное, есть. Что все это заработает. Да, что это заработает. Но, как бы, я не удивлюсь, если это заработает числа 30 декабря, как обычно у нас. Новогодний подарок. Ну, я тебе хочу напомнить, что, я уж не знаю, в этом году, к сожалению, я еще не видел. 29-го последний рабочий день. Нет, нет, в следующем году я имею в виду. А в этом году, если вы помните, да, то каникулы прервали именно для биржевиков, потому что, ну, как же... Мы больше, по-моему, решили не проводить такие эксперименты. Нет, в следующем году не будет вот этого экстренного выхода на работу во время новогодних каникул. Мы же сидели, я помню, мы сидели. Да, да, да. Все по-другому, да, да, ну, биржа работы, ну, там, правда, она так работала, что... Ну, не суть. Вот, то есть обещают, что в следующем году будут полноценные новогодние каникулы, и, в принципе, как бы есть надежда, что... Что 30-го числа, да, заработает Евроклир. Да, что все-таки будет зеленый свет, и уже вот в следующий год мы начнем вот в той схеме, которой хочется. Так вот, и вот эта вот идея, она как бы держит фокус на ОФЗ, и интерес к ним сохраняется, и достаточно успешно проходят последние аукционы по размещению новых, причем длинных... Деньги. ОФЗ, да, то есть здесь, безусловно, выигрывает как бы Минфин, который привлекает средства там на 10-15 лет, вот, которые дальше можно будет перераспределять по системе, вот. А инвесторы как бы ждут этой манны небесной, которая, будем надеяться, все-таки на них свалится. Свалится, свалится. Ну, а на то она и манна небесная, в конце концов. Станислав, скажи, пожалуйста, вот дай бог, что все случится, то, о чем рассказывала Оля, как рубль на это будет реагировать? Ну, при прочих равных приток иностранного капитала позитивным образом скажется на нашем рубле, но тут нужно, конечно же, брать его, принимать его внимание и текущий счет платежного баланса, и отток капитала, который, в принципе, вот тут может быть просто нейтрализован. Ну, понятно. То есть та же самая ситуация, о чем ты говорил, да, чуть раньше, когда мы вроде бы цены на нефть должны поддерживать рубль, или наоборот, налоговый период – это спрос на рубль, а в то же время бегство капитала – это… Ну, собственно, поэтому мы и видим на нашем рубле сейчас, что он пока еще не может определиться с направлением, колеблется в узком диапазоне, и вот эти все факторы, которые вы сейчас упомянули, они уравновешивают друг друга. Для рубля это будет позитивно, если вот все-таки какие-то меры по улучшению сонного климата в зиме действуют. Это вот, кстати, как раз меры, да, в рамках улучшения сонного климата. Да, это одна из мер таких достаточно ярких. И, соответственно, отток капитала у нас перестановится, цена на нефть будет, если стабильным на текущих уровнях, или даже немножко выше в связи с проведением новых раундов количества смягчения, чего ждать, в принципе, стоит. Ну, обещали, по крайней мере. Да, среднесрочно рубль может быть выше, чем текущие значения. Но при этом нужно принимать во внимание, опять же, глобальное отношение инвесторов к риску. С этим пока не очень хорошо. С этим не поспоришь. И давление в рублей в краткосрочной перспективе будет преобладать, на мой взгляд. Скажи, пожалуйста, мы можем утверждать, что рубль – это не свободно конвертировая валюта? Ну, таких валют, на самом деле, не так уж и много, все неизвестно. Рубль, сейчас принимается решение о том, чтобы товарооборот между нашими соседями в рублях проводился, чтобы мы там с нашими крупнейшими импортерами нашего газа, по-моему, там тоже нефти в рублях что-то там рассчитывалось. Но пока еще на данный момент… Ну, то есть это так. Мы движемся к этому направлению, но нельзя об этом говорить сейчас. Вот в связи с этим, какие ключевые отличия рубля как валюты от валюты, ну, например, развитых экономик, я не знаю, от британского фунта стерлингов? Я не совсем вопрос ваш понимаю. Ну, смотрите, если мы утверждаем, что рубль – несвободно конвертируемая валюта, то на ее курс оказывает влияние помимо, ну, даже кроме рыночных каких-то факторов, да, факторы, связанные вот с администрированием, связанные с регулированием и так далее и тому подобное. Тут, я думаю, что нужно просто смотреть на то, в какой валюте совершаются внешние торговые операции и какой объем финансовый рынок занимает. То есть вот это главное, на самом деле, да? Да. Если бы, ну, другими словами, если бы за рубли торговали мы и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, то… Технически вы можете обратиться к кому угодно и предложить ему в рублях. Никакой сложности не будет. Проблема в том, что ваш партнер, он просто скажет, что он привык… Не согласится. …в других валютах, да, работать, а что такое рубль, ему непонятно. И в этом причина, собственно, да? Ну, чем больше вот мы будем таких шагов осуществлять, как приход иностранных инвесторов через создание цепочки Евроклир, то в этом случае тогда позиция рубля будет крепнуть. А корректно ли сравнить сейчас, ну, вот эту ситуацию в нашей валюте с юанем, например? Ну, юань те же самые меры предпринимает. У него очень много внешнеэкономических партнеров, и он пытается сейчас сделать, по крайней мере, то, чтобы юань был резервной валютой в азиатском регионе, то есть он скорее подписал соглашение с Японией, то есть они постепенно увеличивают объем операций, которые проводятся в их национальных валютах, и таким образом вес юаня будет расти. И, опять же, тут еще можно вспомнить про канал резервов наших центральных банков глобальных. Вот если центральные банки будут часть своих резервов держать в юане, что, в принципе, уже, по-моему, начинает происходить, то в этом случае тогда роль юаня будет расти, и тогда он будет приближаться к этому статусу. А центральный банк это выгодно держать в юанях? Ну, если мы будем глобально смотреть и понимать, что если центральный банк, то те люди, которые там занимаются этим вопросом, они считают, что китайская экономика, ее ждет хорошее будущее, что роль американской валюты будет слабеть, и нужно будет как-то диверсифицировать свои резервы, то наверняка они придут к мысли, что юань может являться хорошей, достойной альтернативой. Ну, для диверсификации есть и японская иена, например, или швейцарский франк. Ну, последние данные по японской экономике, которые выходят. То есть они не в пользу японской иены, да, диверсифицировать? Ну, скажем так. Ну, там спорно, там такой достаточно некомфортный для японской валюты фон, макроскладывается, вот, и, наверное, все-таки будет ориентация в большей степени в пользу китайской экономики, как более динамично развивающейся, нежели... Несмотря на те проблемы, которые, безусловно, и в китайской экономике присутствуют, да, но... Ну, и опять именно о валютном курсе. Вот то, что Китай, ну, тоже достаточно жестко привязывает курс юаня к доллару. Ну, под давлением американцев они... Постепенно отвязывают. Постепенно расширяется коридор колебаний, и процесс уже есть, тот идет. То есть рано или поздно мы можем увидеть, да, что юань отпустили в свободное плавание. Ну, рано или поздно это такой горизонт, можно поставить несколько десятилетий, да. Да, потому что отказаться от доллара как базовой резервной валюты, это нужно какое-то очень-очень серьезное потрясение, чтобы было, потому что все-таки для центральных банков есть на первом месте доллар, вот, евро тоже пыталось претендовать, да, на оппозицию. Но не получилось. Вот, но, как бы, не шмогло. Ну, тоже даже если и предполагать, что в этом направлении, да, какие-то движения делают, центральные банки различные, то это все-таки еще достаточно долгая перспектива. Да, безусловно, это не одно десятилетие должно, даже несмотря на то, что там будут как-то ускоряться эти процессы, мне кажется, это за 3-4 года этот вопрос не решится. Ну, и ладно, и тогда вернемся непосредственно к нашей теме, и я вас попрошу буквально два слова по поводу перспектив, ближайших перспектив нашего долгового рынка, как он видит, Оля. Скорбно говорить о том, что перспективы нашего долгового рынка, к сожалению, ну, от локального долгового рынка, к сожалению, чрезвычайно зависимы от того, как будет развиваться обстановка на внешних площадках. Вот мы вынуждены жить с оглядкой постоянно, как чувствует себя Европа, что там будет в итоге с США, удастся ли Обаме договориться с Конгрессом и прочее, да. То есть здесь очень много нюансов, и часть этих нюансов, она совершенно непредсказуема. Но общее какое-то вью на конец года, что, в принципе, ситуация как-то не должна глобально ухудшиться все-таки. То есть не станет хуже, как минимум, да? Сильно хуже не должно быть. Потому что уже некуда. Нет, ну, предпринимаются попытки для того, чтобы ситуация сохранялась достаточно стабильной. Хочется развития, хочется движения, но при текущих обстоятельствах стабильность это хорошо. Да, согласен. Стабильность всегда хороша. Стабильность – признак мастерства, как говорят. Твое видение. Ты с оптимизмом смотришь вообще? Нет, ну, я по своей природе пессимист, мне больше нравится играть вниз. Но я стараюсь объективно подходить к оценке. Хочу сказать, что российский долговой рынок сохраняет сейчас на данный момент вполне хорошую устойчивость. Несмотря на весь негатив, который исходит от внешних рынков. Но, тем не менее, я все же считаю, что так или иначе, ну, какого-то яркого оптимизма до конца года мы не увидим. В лучшем случае это будет, опять же, консолидация какая-то. И в этом случае я бы все-таки придерживался какой-то защитной стратегии. То есть это какие-то хорошие эмитенты с хорошими рейтингами и поменьше дюрации. И хеджироваться. Ну, это если у вас евромады. Это само собой. Спасибо огромное, уважаемые гости. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Напомню, в гостях сегодня были Ольга Ефремова, начальник отдела анализа долговых рынков Номосбанка. И Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал. Мы обсуждали долговые рынки. И главное, мне кажется, результат нашего обсуждения, мои сегодняшние гости не оптимисты, не пессимисты, они реалисты. Ну, все будет хорошо. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.